всем привет ребята с вами Ванёчек и решил записать видео по roblox studio потому что у многих может возникнуть проблема с roblox studio и будем как это будет работать мои видео первый урок мы изучаем карту без плейд второй мы будем изучать вот эту карту и флэт тиран третий будем ла лайне раннер но заходим в дисплейд первая карта в roblox studio самая наверное наилегчайший здесь мы можем создать блок зайти во вкладку home сверху и тут у нас есть парт здесь мы можем выбрать блок и нажимаем на блок и как вы видите он спавнится от нас очень далеко его конечно можно вот так выделить как-нибудь перемести но это неудобно как же сделать так чтобы он спавнился рядом с нами правой кнопкой мыши можно перемещаться и если как у меня было вначале нет у вас мыши то здесь есть вот такая фигня left типа и тут есть стрелочка вниз направляете вниз и нажимаете вот сюда и у вас спавнится рядом лог и с ним можно сделать такие штуки как увеличить это мы его выделяем и вот заходим в вкладку home слэй с кейл и его можно вот так увеличить как как угодно тоже его можно вот так перемещать вот по стрелочкам это тоже во вкладке home молви а эта вкладка что делают а ей ничего ей можно вот так перемещать но это можно во вкладке в каждой вкладке вот так делать и здесь что это наверное это самое бесполезное что есть роблок студия за фигня ротейт он позволяет нам у меня менять и располагать круче крутиться вот так можно его вот так можно его хоть перевернуть вот так как-нибудь сейчас иногда ваш компьютер не будет воспринимать как у меня сейчас мне только сейчас воспринимает вокруг но не суть что это делает галочка если без нее то сейчас попасть не заберемся как скопировать блок выделяем блок нажимаем сочетание контру d клавиш заходим вот сюда и он у нас появился внутри блока если мы не хотим чтобы у нас появился внутри блок а сверху блок то мы выделяем галочку выделяем блок нажимаем контру d и он появляется у нас сверху но еще также эта галочка может делать вот ради примера убираем галочку выделяем блок и как вы можете видеть сейчас он проходит плавно сквозь это удобно а вот так вот таким способом с галочкой он у вас не проходит вот надо вот этот блок удалить если мы это выделим пройдем у нас не проходит а вот так он проходит ну типа вообще теперь у нас есть вкладка в видео про explorer здесь мы его будем в этом видео не будем разбирать потому что там пока что мы ничего делать не сможем заходим в пропортикс закрываем экспортер если он как у меня сейчас застрял внутри компьютера блин в какой-то там то заходим в нем и обратно выделяем и чтобы вот пропортикс можно было что-то делать выделяем любой блок заходим вместе он стоунгрей и у нас здесь можно выбрать такой цвет можно также изменить материал мы можем изменить на айс лед также здесь можно в эдитере пропортик закрываем можно сделать масштабы блока это мы вообще разбирают вдруг после будете разбирать в других уроках на втором уроке как вроде как но когда вас скажут зайти в эдитер то вы сразу знаете надо поменять значение zx в генерацию на две тысячи это размер нашего мира и тут можно выбрать как наша земля будет стоять я вот выбрал и у нас генерируется мир и вам как мы можем заметить он у нас генерируется генерируется и для слабых пока может появиться вот такая фигня вон там даже вода не особо прогрузил потому что моя ошибка была в том то что надо было поднять его миром плоский получился ну ладно можно также тут наращать в наращать вручную это заходим во вкладку edit потом в дрэв и тут у нас сразу появится вот такой квадратик ну или кружочек можно цилиндр можно также убрать выбрать здесь пониже что мы хотим нарастить также можно эту площадь убирать вручную сутрек выбрать вместо add нажать сутрек и вот так убирать ее также нельзя убирать вот эти фигуры это в будущем поймете почему это будет неудобно если и можно было бы убирать мы занимаемся тут занять занятия где-то через месяцев через 6 месяцев вы уже очень будете понимать в этом все естественно а через 7-8 месяцев вы уже можете создавать где-то примерно ну игры и выкладывать на саму платформу roblox закрываем и можно еще что мы можем сделать что я вам еще не рассказал ну например а пара play и пара мы можем короче создать третий блок мы уже создали и поставить его в воздух ну типа вот так до воздухе он может держаться прямо вот так но тут также можно взойти в нашу игру хоть мы толком то еще не создали и выложить можем тут то есть разные варианты как выйти в игру например рану мы заходим в игру ну без появления персонажа плей хэрэ это с появлением персонажей плей тоже с появлением персонажа ну наш персонал будет спавниться естественно вот на нашем спауне и что же такое мы живот его только что повесили причем он упал устанавливаем игру и он у нас опять висит бесит выделяем блок заходим в вкладку home и у нас есть анчор анчор у нас почему-то не это его короче нажимаем на него и этот выделенный блок по факту теперь закреплен и мы заходим в игру и что же вот он наш блок висит работает со всеми предметами из тулбокса со всеми блоками можно и что мы можем его также разончарить и когда войдем в игру он у нас опять-таки упадет но можем пока что мы этого не будем делать обратно его в анчор поставим и давайте попробуем войти в в игру с ран типа мы также вошли и что собственно говоря изменилось останавливаем игру в холм убираем анчор заходим в игру и мы зашли но все что не было закреплено в анчор у нас упало типа если мы заспавним npc например зомби то они будут двигаться а не как просто когда при создании они будут уже ходить и вам также только еще плюс тут можно управлять миром когда мы зайдем в плей в плейхере то мы просто будем играть миру мы уже никак не можем изменить ну а в плейхере у меня уже нет смысла мне кажется заходить потому что там же так же как и в плей а мы уже в плей заходили мир у нас огромный вот можно вот так колесиком мышки если вы знаете то что вы будете заниматься или вам родители там сказали то сразу просите их если у вас вдруг нет мышки купить им потому что без мышки это моя это наша ошибка была без мышки здесь очень сложно все делать это вообще отдельное уважение кто создал без мышки какую-нибудь игру то что это будет очень сложно передвигаться короче я даже сейчас мышку беру вот убрал его час я на клавиатуре передвигаюсь и вот тут придется двигаться вот так вот здесь у нас есть такая фигня и мы можем так поворачиваться вниз вверх это очень сложно все я взял мышку ну и стул бокс мы можем взять mpc большом стопе говорил вроде тут все на английском так что жаловаться написать на английском процент за за о муби и если вы хотите заспавнить мпти зомби то сразу берите вот второго потому что второй будет работать потому что у него есть спавн теперь закрываем тулбок заходим в игру и вон зомби он к нам идет тоже она может наносить урон вот он даже на сможет убить очень громко ну он остается на месте также его тоже можно удалить если вам не нравится еще я вроде как вам все рассказал а не допускайте моих ошибок то что когда вы выходите вам попросили сделать домашнее задание вы вот так нажимаете на крестик и нажимаете ноу надо нажать с что если вы хотите сохранить и так же тут надо написать название мы назовем его 222 и сохраним после каждого входа в игру вам не обязательно сохранять он просто будет копироваться так что теперь вы можете смело выходить из нее